Продолжается наш утренний эфир на седьмом канале. Работаем мы для вас в прямом эфире. И, наконец-то, в нашей студии появились очень интересные гости. Прошу встречать Белла Ханамирян, организатор выставки Happy Baby. Что же это за выставка и зачем она, в принципе, нужна нашему городу? Будем прямо сейчас и расспрашивать. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Ну, как зачем нужна выставка? Конечно же, такому городу, как Одесса, нужна выставка «Счастливый ребенок». Потому что это мероприятие, которое... Вот мы его собирали целый год. Это мероприятие посвящено всем. И тем, кто работает в сфере детских товаров и услуг, и родителям, и непосредственно самим детям. Соответственно, так и продуман этот проект. Есть экспозиция. Можно будет прийти на выставку и купить непосредственно от производителей детскую одежду, обувь, детское питание, игрушки. Всякие там интересные развивающие программы узнать и познакомиться. Это то, что касается, скажем так, той части, где можно купить. То, что касается интеллектуальной составляющей. Очень много интересных мастер-классов для будущих родителей, для будущих мам. Начиная от гимнастики до беременных и заканчивая тем, что нужно делать, когда ребенок уже родился. Какие нужно давать ему пустышки, давать или не давать. Его психологическое состояние, как за этим наблюдать. И самое главное, как маме быть спокойной. Конечно же, мероприятие для самих детей. Огромная программа. Начиная с 16-го числа, с 10 утра и до 18-го, до 6 часов вечера. Будут мастер-классы, будут шоу ростовых кукол. Будет работать школа научных чудес. Будут самые разные программы, мастер-классы, нарисуй картину, цветочная терапия, песочная терапия, самые разные активности, концерты, выступления на сцене. То есть, если прийти на выставку, можно провести там с пользой и для повышения настроения целый день. Вот. И очень много, ну, вообще самых разнообразных мероприятий. Например, будет работать такая школа, которую готовит компания ТАСС «Финансовый гений». Это отдельная программа для тех детей и для родителей тех детей, которые хотят, в принципе, понимать. Вот есть такая проблема «Дети и деньги». То есть, у детей лет с 10-11 возникает вопрос, вот он хочет зарабатывать уже свои деньги, должен понимать, как это делать. Вот эта школа, скажем так, вот первые мастер-классы, которые будут на выставке, они как раз и направлены на то, чтобы детям объяснить, откуда что берется и как вообще, то есть, что такое деньги и как с ними вообще взаимоотношения ребенка с этими деньгами. Будет отдельная программа по финансовой безопасности для родителей. С какими структурами сотрудничать, куда вкладывать деньги, как они работают, как себя обезопасить от мошенников. Ну, вот, как бы много такого интересного. Программа, на самом деле, невероятно насыщенная. Сколько ожидаете участников? Участников будет около 60, это непосредственно экспозиция. Но участников вообще, вот всех этих мероприятий, мастер-классов, тех специалистов, которые здесь будут участвовать, их больше 120. Потому что каждый мастер-класс, это, конечно же, уникальный специалист. Будет очень интересная тема, кстати, вот хотела бы обратить на это внимание. Что такое аллергия, почему эта аллергия случилась именно у моего ребенка? Это во времени, по-моему. Да, это очень актуальная тема. Именно поэтому мы пригласили из Киева специалиста, ну, наверное, на сегодняшний день самого востребованного в Украине, Олеся Бывалькевич. Вот она 18 октября будет рассказывать подробно, что с этим делать. У нас есть еще один потрясающий мастер-класс от нашего специалиста одесского. Это вообще человек уже, по-моему, с мировым именем, и слава богу, что она согласилась с нами посотрудничать. Например, проблема ребенка, который пошел в первый класс. Вот сентябрь закончился, эйфория прошла, и вот с октября обращаются очень много родителей к психологам, что есть у ребенка проблемы с адаптацией. И эта тема тоже не менее актуальна, чем аллергия оказывается. И вот мы об этом тоже будем говорить. Будем говорить о том, как лечить сказкой, сказкотерапия, и каким образом можно выравнивать психическое, психологическое состояние ребенка именно вот сказкотерапией. То есть вот, в принципе, вот если посмотреть, у нас на сайте выложена программа, около 60 мероприятий в рамках выставки. Конечно, самое активное это в субботу, 18 октября, и родители могут себе запланировать прийти даже с детьми на целый день, потому что дети могут заниматься в детской, у нас есть территория детских игр и творчества. То есть можно оставить своих малышей и родителям отправляться знакомиться? Родителям отправляться, да, получать знания и становиться эффективными родителями. Мастер-классы будут проходить как для взрослого поколения, для родителей, так и для детей. Что можно будет узнать именно взрослым? Какие мастер-классы будут? Вот то, что я говорила сейчас. Мастер-классы и семинары это аллергия, это психологическая помощь. Еще один, кстати, очень хороший мастер-класс и очень актуальный, это первая домедицинская помощь детям. Родители иногда теряются, что делать, если ребенок подавился, порезался, упал, потерял сознание. Вот будет специальный мастер-класс от центра вот этой домедицинской помощи, где как раз специалисты и будут обучать. Будут манекены, на которых можно будет потренироваться и понимать вообще, что делать. Что будет, кстати, вот еще такого интересного, вернусь к детской теме. Впервые вот в Украине в рамках нашей выставки пройдет TEDx-конференция для детей. Это вообще уникальное мероприятие. Что такое TEDx-конференция? Это возможность детям в возрасте от 9 до 15 лет, до 14 лет представить свои проекты. Вот то, что они придумали в самых разных сферах, начиная от литературы, заканчивая физикой. И эти проекты, они записываются и потом выкладываются на сайте TEDx. Это вообще всемирная такая конференция, которая собирает самых лучших специалистов. И у ребенка есть возможность, во-первых, и раскрыться, и показать себя. И вполне возможно, что его разработками заинтересуются, не только в нашей стране. Это, скажем так, конференция по раскрытию талантов ребенка. Должна быть какая-то предварительная регистрация на эту конференцию? У организаторов, да. Можно задать в гугле TEDx Одесса. Есть организаторы, которые непосредственно этим занимаются. И вот 18 октября можно будет всем детям, у которых есть что показать, и которые, в принципе, заинтересованы в своем развитии, попасть на эту конференцию и представить свои проекты. Или послушать, что делают другие. Возможно, это тоже замотивирует ребенка к тому, чтобы двигаться дальше. Как часто в Одессе планируются проводиться такие акции и такие выставки? Эту выставку мы проводим сейчас, в этом году, на следующий год. Планируем октябрь, и мы увидим, если будет большой спрос, и мы увидим, какие темы, скажем так, наиболее актуальны, возможно, какую-то семинарную часть мы будем проводить и в течение года. И еще одно мероприятие, о котором хотелось бы мне сказать в рамках выставки, мероприятие уникальное, проводится оно впервые в Украине. Это конкурс, который называется «Лучшая няня Одессы». Когда мы начали готовить проект, мы столкнулись с тем, что есть запрос такой. Что такое вообще лучшая эта няня? Как ее выбрать? Каким критериям она должна соответствовать? И ведь на самом деле это очень сложная задача, подобрать хорошую няню, с которой сталкивается практически каждый родитель. Да, и потом это человек, который становится членом семьи. Этому человеку ты доверяешь самое ценное, то есть свое чадо. И поэтому мы решили сделать вот такой конкурс. Надо сказать, что одесские няни оказались очень активными. Мы получили более 40 заявок, хотя в финал должны выйти только 7. То есть есть предварительный отбор. И вот 18 октября в 11 часов этот конкурс стартует на Морвокзале. Мы поймем, кто же такая настоящая няня. А как же это понять? Будут конкурсы, в которых няни должны проявить общий уровень эрудиции, понимание вообще своей профессии. То есть иногда человек идет в эту профессию, потому что больше нигде не смог устроиться. А иногда он идет туда, потому что в принципе он себя не мыслит вне этой профессии. То есть это человек, который должен уметь все. Он должен ответить, например, у нас будет викторина, 25 вопросов, почему. Няня должна ответить на те вопросы, которые задают дети, самые неожиданные. Причем мы эти вопросы берем действительно у детей. То есть маленьких детей, вот они задают вопрос, почему. Мы его записали. То есть дети принимают активное участие. Дети принимают активное участие. Есть вопросы, которые должны показать психологическую подготовку няни. То есть она должна понимать, как разрешить конфликт, если ребенок в него попал, если он виновник или наоборот, если его обидели. Есть, конечно же, вопрос самопрезентации. Насколько няня эрудированный человек. То есть она, например, должна продолжить стихотворение, строку из известного стихотворения. Или, может быть, есть няни, которые готовы красиво петь. Или у них потрясающие творческие способности. У нас очень много разных номинаций. Вот мы будем выбирать. Ну, конечно, самая главная няня, она должна воплощать в себе все, о чем мы говорим. И вот это такая Мэри Поппинс. Одесская Мэри Поппинс. Посмотрим. Это очень, на самом деле, интересная тема сейчас. Ведь мы знаем, что, к сожалению, порой бывают такие няни, от которых хочется спрятать своих деток. И в меру каких-то социальных возможностей мы не всегда можем уследить за тем, как наша няня смотрит за нашими же детками. Поэтому, если уже будут выбраны лучшие, то наверняка они будут пользоваться нешуточным спросом. Да, там серьезные тесты. То есть мы работаем с психологами. Да-да-да, не дай бог вам, чтобы попалась в ракенбок. Причем возраст нянь, которые подали заявки, от 22 до 65 лет. То есть диапазон возрастной тоже достаточно широкий. И психологи, отсматривая анкеты, которые няни должны заполнять, уже определяют, вот, скажем так, известные им вопросы они задают и понимают действительно, насколько человек подходит для этой профессии. Можно ли сказать, что выставка Happy Baby – это социальный проект? Ну, наверное, в широком смысле да. Потому что, ну, практически все мероприятия, детская игровая зона – это все абсолютно бесплатно. То есть человек, который уже пришел на выставку, он уже, как бы, в этом пространстве получает максимум информации. Мы хотим, в принципе, этим проектом привлечь внимание к тому, что нужно развивать родителей. Они должны учиться, они должны понимать вообще, что происходит с их ребенком не на интуитивном уровне, а обладая какими-то знаниями. И это даст возможность, вот, действительно, скажем так, и легче детей социализировать. Да, и когда люди сталкиваются с определенными проблемами развития ребенка, да, там детские кризисы, им легче будет с этим справляться. Ну что же, вам хочется сказать большое спасибо за ту активную работу, которую вы делаете. А нам, в принципе, действительно остается только посетить интересную и необычную выставку в нашем городе, которая, я напомню, будет проходить с 16 по 18 октября. Где? На Морвокзале. То есть на уже всем известной площадке. Да. Спасибо большое, что сегодня пришли к нам в студию. Напоминаю, что в гостях утром на 7 канале сегодня была Белла Ханамирян, организатор выставки «Хэппи Бэби», которая совсем скоро пройдет в нашем городе. Спасибо большое. Вам спасибо. Всех приглашаю на выставку. Да, большое спасибо за то, что вы сегодня пришли к нам в гости. И желаем вам почаще проводить такие не только тренинги, но еще и выставки. Ну а нам остается только попрощаться с нами, наши дорогие телезрители, ведь наше эфирное время завершается, но уже завтра с 7 утра, как и каждый будний день, мы будем вас бодрить и радовать своим хорошим настроением. Как говорится, не успеете даже соскучиться, честное слово. Дмитрий по дороге и Татьяна Шлетенко сегодня трудились для вас в утренней студии на 7 канале. Ну а вы не переключайтесь впереди, как всегда, еще очень много интересного и полезного. Ведь это 7 канал. Ну а теперь хотелось бы сказать только одно. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.